Приветствую вас! Я бы мог вам порекомендовать подробно поработать над двумя вещами, которые вы хорошо рассказали в своем тексте. То есть, поймите правильно, то, что вам 18 лет, и то, что у вас первый парень, которого вы, скорее всего, идеализируете или переживаете последние отголоски, идеализация – это нормально. Также нормально и то, что отношения у вас не заладились, потому что, во-первых, он страшен на 5 лет, и надо сказать, что вы через 5 лет, скорее всего, уже будете другим человеком совершенно, и у вас с ним несколько разные цели. Вот я думаю, что, если кто-то еще из коллег ответит на момент зарплеса этого ответа, у вас не было никаких комментариев, кроме, собственно, моего. Так вот, я думаю, что если кто-то из коллег вам еще ответит, то он, значит, вас также скажет, что у вас с вашим молодым человеком просто разные взгляды на жизнь и разные жизненные цели. Ему важно сейчас выкрепиться в Крыму, чтобы его не, значит, отправили на Украину обратно. И в этом конъекте он отчасти вас использует, что неплохо, в принципе, это нормально только. Но, понимаете, в чем дело, у вас в личном разные цели. У вас цель подключаться подольше, скорее всего, у вас цель, там, учиться, получать образование, что-то и все. А у него цель другая, более, как бы, глобальная и более ответственная, понимаете, в чем дело, ответственная, скорее, даже для него, чем для вас. И то, что в этой ответственной цели он видит женщину, как бы, человека второго порядка, как человека второго порядка, то есть он отводит женщине роль ведомой, это, в принципе, тоже неплохо. То есть обязательно молодой человек, вот, найдет себе такую женщину, как бы, которая выйдет с ним чувствовать себя хорошо. Вот. Но проблема в том, что вам эта цель по всему не подходит. То есть вам не подходит, например, что он доводит вас на эфир. Вам не подходит то, что он указывает вам постоянно на место. Вам определенно не подходит то, что он собственник, и что не позволяет вам там с кем-то общаться, встречаться и за нами. То есть ограничивать вас, то есть, по сути, тиронизировать. И для кого-то это подходит, но не для вас. Вы просто поймите, что вы разные люди. Да, вы влюбились в него, да, это ваш первый парень, первый опыт, все понятно. Но это происходило во многом благодаря идеализации и влюбленности. Сейчас это проходит, и вы понимаете, что реальная дальнейшая жизнь совместная между вами, скорее всего, невозможная или возможная, но очень большей ценой. Очень дорогой ценой. Вот это первое, что вам нужно понять. Далее, по поводу того, что вы сказали в своем тексте, значит, то, что чувствую себя не уверенно, или боюсь, что лучше не найду. Вот эти два момента, их нужно проработать, это именно то, что удерживает вас в отношениях. И правда заключается в том, что эти факторы не только удерживают вас в этих отношениях, они делают вас зависимым от него, а раз зависимый, значит, не свободный. А раз не свободный, значит, человек лишен воли, человек лишен выбора, а именно поэтому вы не испытываете радости от своей любви, потому что вы не свободны. И так, соответственно, для того, чтобы вам вот стать свободной, нужно эти два момента проработать. Если вы чувствуете себя не уверенно, то в чем, почему, откуда это взялось, как давно вы чувствуете себя не уверенно, почему вы чувствуете себя не уверенно, что вы в себе не принимаете, что вы в чем вы в себе сомневаетесь, что вы считаете своей слабостью и так далее. Эти вопросы нужно, например, задавать, очень важные вопросы. Если вы боитесь, что вы лучше не найдете, то, опять же, почему вы считаете, что вы лучше не найдете? Что для вас будет страшного в том, если вы лучше не найдете? Ну, люди в Комбиканте Фран только в 18 лет, а люди живут и до 35 лет в одиночестве, и только в 35 лет встречают спутника жизни. Такое бывает. И больше 15 лет, по сути дела, 17 лет вы совершенно спокойно можете быть одна. Почему вы боитесь быть одна? Почему вы боитесь, что лучше не найдете? Понимаете ли вы, что таким образом и такой постановкой вопроса вы как бы, я не случайно использую это слово «как бы», то есть не в буквальном смысле, а квадри, не осознавая, вы используете человек так же, как он использует вас. Понимаете? И получается, что у вас такие вот взаимовыгодные отношения, где каждый из вас делает, но видите, что он любит. Мужчина делает вид, что любит, хотя в действительности у него часто рассказывает такое отношение, что он диктатор, что он собственник, что он лидер, что он главный в отношениях, но он делает вид, что вас любит. Хотя он идеальный, скорее всего, только до тех пор, пока вы не поженитесь, когда вы поженитесь, и он поймет, что все, он защищен, его не выговорят из России, он, скорее всего, будет вести себя еще хуже. Но он вас использует. И вы его используете тоже, потому что через него вы купируете свою неуверенность и страх, что лучше никого не найдете. Но нельзя же находиться с человеком только потому, что вы боитесь, что лучше никого не найдете. А если найдете, то что, вы моментально его бросите? А если не найдете, то вы соглашаетесь на одно, что есть. Это какая-то такая очень потребительская позиция по отношению к человеку, понимаете, в чем дело. И в этом контакте я рекомендую вам все-таки стараться воспринимать человека не через призму своих потребностей, не через призму своих средств для оккупирования страха, неуверенности в себе и так далее, а все-таки как на самобытную личность, независимую априори, не только для себя, но и в вашем контексте. То есть вы смотрите на человека, будучи независимым, как на независимого. Опять же. И вот задайте себе вопрос, в таком контексте этот человек вас устраивает или нет. Если нет, значит он вам не подходит. Все остальные аргументы, которые вы используете для того, чтобы быть с ним, это по сути оправдания своих желаний. И тогда нет ничего удивительного в том, что он вас использует, потому что вы тоже используете его. И для начала определите для себя, устраивает ли вас такое, ну, такая ситуация, устраивает ли вас такое отношение, устраивает ли вас такое позиция. Если нет, то, соответственно, если вам нужны другие отношения, вам нужно с ним расставаться как можно быстрее, как можно более ясно и четко донести до него свою позицию, что он хороший, что он вам нравится, но вы поняли, что у вас разные цели, вы не хотите сейчас замуж и так далее, и так далее, и так далее. Вам еще рано. Действительно, рано в 18 лет выходить замуж. Подавляющее большинство женщин, как правило, разводится, если выходит замуж в 18 лет, потому что, ну, слишком большие изменения происходят буквально вот в следующие 2-3-4 года, вот. И оптимально выйти замуж где-то в 23-24, это вот оптимальный вариант. Вот, соответственно, если вас вдруг устраивает такая позиция, я имею в виду, устраивает позиция такая, что, ну, вы считаете, например, что люди в отношениях там действительно должны использовать друг друга и так далее, то это ваше право. Ваше право так считать. Но в таком случае не удивляйтесь, если ваш мужчина воспринимает вас только как средство для достижения своей цели и впоследствии, когда вы подвинетесь, его отношение к вам будет хуже. Это в данном случае нормально. То есть, именно в контексте вот изначальных целей, которые мужчина ставит перед собой, это нормально совершенно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше, желаю вам всего самого доброго и удачи.